Девушки отдыхают 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 Монетки на монете никак не реально. А, это если кто-то думает, что они намагнитились. Монетки нужно брать одинаково к достоинству, да? Желательно, да. Кладем купюру. Обычная бутылка, обычная купюра, обычные монеты. И кладем монетки на купюру. А фокус в чем? Твоя задача достать купюру так, чтобы монетки остались на месте. А купюра была у тебя в руках. Нужно вытащить. Аккуратненько, так, чтобы монетки не упали с бутылки. И аккуратно. Давай еще раз. Честно говоря, я так и знала. Обычно я даю три попытки. Так как у нас времени мало, будем делать все по одной. Итак, у меня не получилось, но ты знаешь, как это сделать, да? Я же фокусник. Я положу. Хорошо. А я монетки. Давай. Я кладу купюру, Виталий кладет монетки. Есть. Вот. Для этого нужно немножко свободного места. Так. Секрет в том, чтобы это сделать все очень быстро. Очень быстро? Да. Самое главное, держать очень крепко купюру с одной стороны. Так. Сделать волшебное движение. Все фокусники делают какие-то волшебные пасы. Я заметила. И самое главное, это взять указательный палец и очень быстро ударить по купюре. Между пальцем, монетой и бутылкой. Готовы? Да. На счет раз, два, три. А-а-а! Видели? И купюру у меня. Так, не прячь. Это мне надо. Я же тоже хочу попробовать. У меня тоже получится сейчас. Теперь можешь попробовать тоже. Так. Клади. Монеты посредине. Да. Беру и быстро пальчиком. Чик. А-а-а! Аплодисменты. Я фокусница. Гривна твоя. У каждого есть на столе обычные предметы, такие как вилка. Можно превращать вилку в любой предмет. Ну, ты знаешь, я надеюсь, что это будет настоящее волшебство, потому что все-таки трюк с купюрой, с монетами, с бутылкой – это знание каких-то физических даже законов, да? Он просто трюк. Ну, конечно, это теперь по-настоящему фокус. Итак, берем вилку, заматываем ее в салфетку. Так. Да. И ты сказал, что она превратится в какой-то другой предмет. Нужно сделать всего лишь магический жест. Можешь попробовать. Магический жест. Так, вилка превращается. И теперь медленно разворачиваем. У нас нож. Вилка превратилась в нож. А где вилка? А вот и секрет. А вилка вот здесь. Все банально и просто. Вот вам, пожалуйста. Слушай, так это можно было вилку и в ложку, в принципе, превратить? Можно во что угодно. А можно взять, например, пустой фантик от конфеты, превратить в конфету. Дети очень обрадуются. Это еще лучше. У тебя хорошо фантазия работает. Фантазия, да. А вот смогут ли мои руки работать так же, как твои? Очень просто. Прежде чем показывать фокусы, нужно подготовиться. Мы берем нож, кладем под салфетку, таким вот образом. Накрываем, так, чтобы не было видно и не было подозрений. Потом мы берем вилку, кладем на серединку. И самое главное, мы, когда заворачиваем вилку, мы берем и заворачиваем нож. Подхватываем этот предмет. И заворачиваем нож и вилку. Теперь у нас есть два кончика. Их нам нужно поменять местами. А как? Мы ничего не делаем. Мы просто обратно прокручиваем. Этот кончик у нас остается здесь, а этот у нас остается здесь. Ага. И теперь, когда мы разворачиваем, у нас салфетка поменялась местами. Она стала перед тормашками. Теперь просто... Можешь попробовать. А сейчас я нож превращу в вилку. Ты такого еще не делал. Просим. Я еще заметила по первому трюку, который мы делали, что очень важно производить разнообразные пасы. А почему вы всегда так делаете? Вот это, вот это. Это отвлекает внимание на самом деле. Нож волшебный сейчас превратится в вилку. И в это время я говорю о том, что волшебство... В это время нужно рассказывать, рассказывать, рассказывать то, что вилка сейчас превращается незаметно. Вилка, нет, нож превращается в вилку. Нет, мы этот кончик оставляем здесь. Вот. А этот выкручиваем обратно. А этот выкручиваем обратно. Вот так? Да. И теперь, внимание, нож превращается в вилку. Я надеюсь, вы очень внимательно смотрели, в том числе и самое главное в фокусе. Вот эти вот движения. Прекрасно. Спасибо, что раскрыл такой секрет. Этим действительно можно поразить гостей. Тем более, что столовые приборы и салфетки на праздничном столе будут обязательно. В какой момент нужно спрятать незаметно тот предмет, в который превратится вилка? Это нужно делать, когда никто на тебя не смотрит. И желательно за 5 минут до фокуса. То есть взять нож, положить заранее под салфетку, пойти погулять, пройтись. А потом, когда приходишь, и у тебя ничего нету, и говоришь, а хочешь я вам покажу фокус? И у тебя уже все готово. Ничего готовить не нужно, потому что ты знаешь, что нож уже лежит под салфеткой. Ты просто кладешь вилку на середину салфетки и заворачиваешь. И после нашей сегодняшней встречи будьте готовы к тому, что ваши гости будут проверять, что у вас под салфетками. Но в любом случае, этот трюк мне запомнился надолго. Я сегодня же его продемонстрирую своим гостям. Что еще можно, чем еще удивишь? Есть две трубочки. Есть. Обычные трубочки для коктейля. И вы к нам присоединяетесь. У вас тоже есть такие трубочки. Желательно брать разноцветные. Теперь задача взять трубочку. Обернуть пополам. Обернуть еще раз пополам. Уже другую. И теперь рассоединить. Рассоединить. Не получается? Так а как же рассоединить, если оно соединено? Один из самых трудных фокусов. И все ломают над ним голову. Показывай еще раз. Две трубочки. Сейчас подожди. Я буду вместе с тобой. Обворачиваем одну. Обворачиваем одну. Обворачиваем вторую. Обворачиваем вторую. Теперь берем трубочки. Берем трубочки. Вот так вот. Ну как? Рассказать секрет. Да, конечно, мы хотим, чтобы ты рассказал этот секрет. Правда? Хорошо. Берем две трубочки. Берем две трубочки. Это я знаю. Теперь самое главное. Правая трубочка. У нас вот так. Левая трубочка. Вот так. И зажимаем вот таким вот образом в руке. Сделала. Первую трубочку, которая у нас вертикальна. Вертикальна, которая около нас. Снизу, да. Снизу. Снизу. Обворачиваем полный круг. Все-таки обворачиваем ту трубочку. Все-таки обворачиваем, да. Ту трубочку, которая дальше от нас, оборачиваем на себя. Вот именно левой рукой надо. Обернули левой. Так. Есть, да? Есть. Вот. Вы видите, вот я оборачиваю. Раз. И обернула. Переворачиваем. Зажимаем. Желтенькая теперь. Теперь вертикально. Теперь нам желтую нужно освободить от этой трубочки. Правильно? Но сейчас она внутри. Да, сейчас внутри. Теперь так же сам обворачиваем. Но теперь в ту сторону. Так, еще раз. Вот это вот у нас сзади. Вот эта вот штучка, которая соединилась, оказалась сзади. Теперь я беру желтую. Берем снизу. Снизу. И от себя. От себя. От себя. Поворачиваем. Поворачиваем. И соединяем здесь. Сверху их. И соединяем их сверху. Так. Теперь берем эти два кончика. И рассоединяем. Самое главное запомнить последовательность. Давай запомним последовательность. У меня еще есть трубочки. Еще есть трубочки. Да. Можно я сейчас буду говорить то, что я запомнила, а ты меня поправишь. Значит, две трубочки. Вот эта, которая впереди, горизонтальная, вертикальная сзади. Теперь беру левой рукой, как ты сказал. Да, нижнюю. Нижнюю. Проворачиваем. Один раз. Зажимаем. Зажимаю левой рукой. Это все. Переворачиваем. Переворачиваю на 90 градусов. И теперь нижнюю опять от себя. Уже другой трубочки. Обворачиваем. Раз. И еще раз вверх. И еще раз вверх. Да. И держим. И создается впечатление, что они вместе. Теперь мы берем эти два кончика. Я не знаю, как. Но это получается. Но это работает. Кстати, если вам кажется, что это запомнить невозможно, вы обязательно заходите на наш сайт. Там будет этот сюжет, в котором Виталий подробно все рассказывает. Если я научилась, то вы, конечно, научитесь тоже. Обязательно научитесь. Я уже чувствую себя настоящей волшебницей. Будет чем в новогоднюю ночь все-таки удивить своих гостей, да, наверное? Мы, как говорится, только учимся, а ты уже настоящий волшебник. И наверняка умеешь исполнять желания. Ну, не все, конечно. Ну, что многие желают? Мерседесы, лимузины. Нет, не можешь? Не все. А можешь такое романтическое желание, которое вот у меня есть? А какое у тебя желание есть? Мне кажется, что когда Новый год, обязательно должен быть снег. Такой красивый, тихо падающий. И у меня вот с детства такая мечта, чтобы снег пошел дома. Я понимаю, что дома не может быть настоящего снега, но мне очень бы хотелось. Можешь? Я расскажу тебе очень маленькую историю, а от тебя потребуется обычная вода. Можешь мне принести? Конечно. Хорошо. Для моей истории мне нужен полумрак. Примерно вот так вот. Хорошо. И магическая музыка. Примерно вот так вот. Знаешь, когда я был маленький, мне безумно нравилось смотреть на ту, как падает снег. Я мог часами стоять на улице, наблюдать, как он летит. Но мне безумно нравилось рассматривать снежинки на ладошках. Но со временем они таяли. Я расстраивался. Потом я подошел к маме и спросил, мам, как сделать, чтобы снежинка у меня осталась на память? Она взяла салфетку и сделала примерно вот такую вот снежинку. И она осталась мне таки на память. Но для настоящего снега нам нужна вода. И когда я стал взрослым, я понял, что можно сделать с обычной салфетки настоящий снег. Салфетка. 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 Нет. Как красиво! И он не тает. Можно покружиться даже. Твоё желание выполнено Спасибо тебе огромное Не за что Так просто, оказывается, совершить маленькое чудо Пусть в новом году все чудеса у тебя происходят И у нас с вами случается Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями А ещё подписывайся на наш канал И ты узнаешь обо всём первым Субтитры сделал DimaTorzok